Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша традиционная авторская программа «Информационная война». Сегодня последний день осени, 30 ноября. Сразу после нашего эфира начнется прямая трансляция заседания Межведомственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с энергоблокадой. Поэтому всем телезрителям, радиослушателям, которые будут звонить по телефону 546-546, просьба мне не задавать технических вопросов, связанных со светом. Честное слово, информационная война немножко другой направленности. Я на самом деле не располагаю той информацией, которую сейчас располагают все ответственные лица, которых вы увидите в эфире сразу же после информационной войны. Сегодняшняя программа будет, конечно же, посвящена основным событиям дня. Их несколько. Они разноплановые. Они на самом деле характеризуют ситуацию, в которую окунулся мир после событий прошлого вторника. Сегодня Владимир Путин выступал на международной конференции в Париже, посвященной изменениям климата. Он не присутствовал на общем фотографировании и фактически он отказался на дипломатическом языке от встречи с Эрдоганом, с президентом Турции. Хотя тот, как об этом вчера в своей пресс-конференции сказал пресс-секретарь президента Песков, он об этом неоднократно обращался с просьбой о такой встрече. Но при этом следует обратить внимание, что никаких извинений от турецкой стороны не прозвучало, никаких соболезнований, сожалений и хотя бы намеков на то, что произошло некое недоразумение. А тем более премьер-министр Турции даже сделал заявление, что Турция отказывается извиняться, поскольку она защищала свое территориальное пространство и так далее. И вот здесь, кстати, возникает вопрос о технических аспектах. Дело в том, что самолеты НАТО, в отличие от российских самолетов, они используют навигационную систему GPS, если вы помните. Это такая международная англосаксонская система, которая имеет свою спутниковую группировку. Наша система называется GLONASS. И навигационные, и военные, и гражданские задачи мы решаем через нашу систему. Министерство обороны опубликовало маршрут нашего самолета, и там точно видно, что не только Су-24 не пересекал границы Турецкой Республики, но даже частично атаковавшие его самолеты выдвинулись на территорию Сирийской Арабской Республики. И вот этот технический аспект связан с тем, что, если вы помните фильм «Крепкий орешек-2», когда, помните, там террористы, захватившие аэропорт, они только изменением навигационных параметров привели к тому, что это вот просто в качестве визуального примера, что была изменена линия горизонта, и пилоты самолета, честно говоря, даже не увидели то, что им показывают бортовые системы. То есть вот техническая возможность стравливания стран, она на самом деле существует, но это не отменяет того общего настроя, который показывают президент Турции и премьер-министр, которые сейчас, столкнувшись с жестким отпором Российской Федерации, не военным, обращая внимание, мы на самом деле вот этим выстрелом наш бомбардировщик оказались на грани достаточно большой эскалации конфликта, и для того, чтобы ее вырулить и не обрушить мир в новую мировую войну, Россия, как всегда, свою месть она подает в виде холодного блюда. И эти, в общем-то, блюда уже начали подаваться. С 1 января 2016 года приостанавливается безвизовый режим, потом начинается, подписан указ о приостановке целого спектра экономических взаимоотношений, и очень многие, как сказал в своей пресс-конференции пресс-секретарь президента, очень многие бизнес-сообщества, общественные организации Турции, которые плотно и уже десятилетия работают на территории Российской Федерации, подают сигналы, что они сами в шоке от того, как высшее политическое руководство Турции поступило с десятилетиями выстраиваемыми союзническими отношениями. Эта ситуация требует разрешения, но в любом случае, многие телезрители, с которыми общаемся и в кулуарах, и созваниваемся, и пишут, они задают вопрос, будет ли война, не будет ли война. Успокойтесь, ничего такого не будет. Ситуация разрулится маневрированием, ситуация разрулится таким образом, что все будет нормально. Самое главное, не паниковать и не создавать такое настроение, что все пропало и так далее. В любом случае ситуация выровняется, и все будет у нас хорошо. Среди других событий сегодняшнего дня очень такая интересная и примечательная новость, связанная с тем, что на территории Российской Федерации фонд Сороса признан нежелательной организацией. Не правительственные организации, особенно международные, которые консультируют, оказывают какую-то гуманитарную помощь, но при этом финансируются из-за рубежа. Сорос – это известная организация. Она работает на территории Российской Федерации и Украины, внимание, еще с самого начала 90-х годов. И, в общем-то, это такой, знаете, финансово-гуманитарный наблюдатель за теми процессами, которые здесь происходят, и, собственно говоря, такой арбитр. И поскольку Российская Федерация начинает уже в полном объеме, осуществляет возврат полного государственного суверенитета, то фонд Сороса, в общем-то, встал на выход вполне закономерно, и это приветствуют, в общем-то, все люди, которые поддерживают политику Путина, связанную с восстановлением государственного суверенитета. Напомню, что в 91-м году государственный суверенитет был утерян. Он был утерян в 1987 году после встречи Рейгана и Горбачева на Мальте в присутствии представителей Мальтийского ордена. И там, в общем-то, и были расписаны все основные параметры, как Россия будет сдаваться Западу. Вот с того момента у нас полный государственный суверенитет, в общем-то, и как бы отсутствует. Но, тем не менее, Россия идет усиленными шагами, семимильными шагами к тому, чтобы вернуть себе и статус сверхдержавы, и статус крупнейшей региональной цивилизации мира, их несколько. И то, что мы на самом деле вошли в Сирию, это лишний раз, во-первых, это ошарашило Запад, который не ожидал такого хода, но это лишний раз показало, что Россия – это ключевой игрок. И на самом деле характеристика, которую давали еще православные старцы в XIX веке, что Россия – это удерживающая, она, в общем-то, за Россией и остается. У нас работает студия «Телефон» 546-546. Можно звонить, задавать различные вопросы по различным аспектам информационной работы. Я хочу остановиться вот на каком вопросе. С Турцией, в общем-то, все более-менее понятно, новостные ленты об этом говорят. С Соросом тоже все понятно. Сегодняшнее выступление Путина на конференции по климату, по изменению климата – это такая важная техническая встреча, когда встречаются главы государств. Речь была короткая, в общем-то, она в основном сводилась к тому, что Россия сделала в части выброса веществ в атмосферу, которые влияют на изменение климата и так далее, и так далее. Но я хочу остановиться на вот каком вопросе. Дело в том, что Украина, от которой мы с вами отпочковались полтора года назад, и которая на самом деле постепенно превращается в ИГИЛ номер два, это имеется в виду информационная блокада, которая над Украиной. Это полный отбор информации, который вкладывается людям в головы, и то состояние общества, в котором находятся, собственно говоря, украинцы. Украинцы исторически это русы и русины, русские люди, которых в результате вот этой сложной многоходовой операции, которая началась еще в Западной Украине, в Австрии, Венгрии, в Польше, затем это было перекочевано на территорию Украины Советской после Октябрьской революции, потом это были бандеровские отряды во время Второй мировой войны, которые служили немецкому вермахту, потом это была законсервированная ситуация в конце 50-х годов. И, в общем-то, этот бандеровский проект, который холили и лелеили на протяжении 150 лет, вот сегодня распространил свое влияние не только административное, структурное, но и гуманитарное и духовное на всю территорию фактически Украины. И та ситуация, при которой Крым практически полно, единогласно проголосовал за возврат в состав Российской Федерации, а мы всего лишь 60 лет были под таким гуманитарным влиянием Украины. В корне отличается от того, что происходит на остальных территориях Украины. И вот эта вот ситуация, она на самом деле чревата очень большими длительными действиями, на которые, в общем-то, будут вынуждены пойти все представители русского мира для того, чтобы нейтрализовать вот этот вот бандеровский проект. Сама Украина сейчас находится в таком состоянии, что вот огромное количество ветеранов АТО, которые с оружием бродят по улицам, которые устраивают блокпосты на въездах в города, которые, собственно говоря, занимаются грабежом. Люди, которые не работали или, например, не состояли в жизни, вот когда случилась эта бандеровская революция, оказались вдруг востребованы. Они очень хорошо умеют грабить проезжающие машины и рассказывать, что такое автомат Калашникова в разговоре с другими мужчинами. Вот эта вот ситуация, она уже напрягает, перенапрягает всю Украину, но то, что происходит у людей в головах, на самом деле не поддается, в общем-то, ну, трезвой оценке с этой точки зрения из Крыма, как мы ее понимаем. Очень многие люди, в частности, такой известный политолог, может, вы о нем слышали, Сергей Гайдай, который часто выступал на украинских каналах, да, в общем-то, и сейчас выступает он, в одном из своих там постов в Фейсбуке сказал, что украинцы, уходя из Крыма, как вежливые люди, погасили свет. И, в общем-то, огромное количество последователей его перепостили, это сообщение, хотя, по большому счету, речь идет о терроризме. В любом законодательстве любой страны и международном законодательстве, в том числе, вот эта террористическая акция, связанная с подрывом линии электропередач, которая поставила на грань гуманитарной катастрофы целый регион, даже если оставить за скобки принадлежность этого региона, мы понимаем, что для украинцев, я имею в виду украинцев, которые генетически, либо идеологически наследники бандеровского проекта, для русских людей-то какая разница, они и так приезжают к нам в Крым летом на отдых, а для бандеровцев, либо для русофобов, это, конечно, больная тема. Но, тем не менее, Сергей Гайдаев в своем сообщении в Фейсбуке, в общем-то, начал прославлять террористический акт. И вот здесь стало понятно, что количество его поддерживавших людей, они в основном, конечно, живут в городах-миллионниках, и прежде всего в Киеве. А Киев, если вы помните, это город даже исторический, который немцев встречал на окраинах с цветами, а Харьков сражался до последнего патрона. То есть есть разница в ментальности. Но, тем не менее, вот это состояние в обществе, когда люди ретранслируют свой телевизор, когда им абсолютно кажется естественным, что можно бомбить жилые кварталы своих же городов. Внимание, даже Гитлер не опускался до того, чтобы бомбить свои немецкие города. Но получилась достаточно интересная, уникальная ситуация, когда внутри Украины происходит гражданская война. Она, конечно, сдерживается и минскими соглашениями, она сдерживается вот этим вымораживанием ни войны, ни мира. Но то, что происходит в головах людей, зараженных вирусом бандеровщины, это большая проблема, и над ней нужно работать. В связи с вот этой ситуацией, которая складывается в мире, в связи с обострением на Донбассе, а напряжение там растет, в связи с растущим обострением в Сирии, на границе с Турцией, в связи вообще с этим турецким демаршем, когда, извиняться, турки даже не думают, а в общем-то начинают эскалацию напряженности, возникает, становится вопрос о том, что если, например, в какой-то из моментов времени Украина и Турция, а мы понимаем с вами, что подрыв ЛЭП, сбитие российского бомбардировщика, даже теракты в Париже и даже теракт с нашим туристическим самолетом над Синаем, вот есть такое ощущение, по времени это разнесено буквально в пару-тройку недель, и есть такое ощущение, что все эти операции, они, в общем-то, координируются из одного центра, и поэтому предположить, что могут произойти какие-то обострения на Донбассе, либо еще какие-то обострения, это все может быть синхронизировано в международном масштабе, это в конечном итоге ни в коем случае не должно вызывать там панику, что ой, что же будет, а должно приводить вот к какой мысли. В любом случае, любое обострение, любое событие на этом направлении означает конец киевского режима, вот при любых раскладах, потому что внутреннее напряжение в самой Украине совершенно не значит, что те же ветераны АТО, у которых свой вектор целей. Они вообще Майдан считали первым этапом своей националистической революции. Их задача сделать из Украины второй ИГИЛ, а выковать из него кулак против удара по России или по Польше. В общем, в любом случае развязать в центре Европы войну, что, в принципе, очень выгодно Соединенным Штатам Америки, которым сейчас нужна война любой ценой. Иначе они не смогут сохранить статус мирового жандарма, иначе они не смогут сохранить доллар в качестве мировой расчетной валюты. И, собственно говоря, все вот эти их авианосные группировки, которые поддерживают доллар, и вот статус этого жандарма будут бесполезны. Собственно говоря, Украина вот этим своим вектором, она, в общем-то, в этом направлении и движется. Любое обострение, которое бы ни случилось, оно прежде всего выльется в то, что нынешний киевский режим, нынешний формат киевской власти, он закончит свое существование не мытьем, так катанем, и даже без участия, например, там, вооруженных людей из Донбасса, которые, ополченцы, которые за полтора года выстроили определенную государственность на Донбассе, которая исторически является правоприемником государственности времен, там, Януковича, Ющенко, Кучмы. То есть все документы, все референдумы, которые там проходили, они были на основании украинского законодательства, и на сегодняшний момент даже порядка больше на Донбассе, и получается, что вот эта государственность имеет полное право распространить свое влияние на всю территорию остальной Украины. Но тут есть одно но. Вот этот вот бардак в головах, который существует у украинцев, он, конечно, связан прежде всего с тем, что они ретранслируют свой телевизор. Они, конечно, то, что происходит у них в школах, то, что директора школ организовывают для детей, учебники, которые туда поступают. Вот эта вот вся гуманитарная вакцинация, которая реально вынимает мозг и превращает русских, генетически русскоязычных, представителей разных народов, но представителей русского мира, как пользующегося русским языком, как языком межнационального общения, превращает в русофобов и, в общем-то, в проводников американской политики по расшатыванию русского мира вообще и России в частности. И вот с этим что-то нужно делать. И вот я хотел сегодняшний выпуск программы посвятить тому, чем мы с вами можем заняться вот в этом времени, вот в этот момент времени для того, чтобы снизить и кровавость событий возможных, снизить напряжение и, во всяком случае, каким-то образом повлиять на украинское общество, на хотя бы вменяемую часть этого общества, а там вменяемые люди есть. Ведь как себя ведет украинец, который начинает, например, обсуждать, либо что-то гнать на Путина и рассказывать, что Украина сейчас плохо живет только из-за России. Ну, понятное дело, на Украине не сахар. Даже по сравнению с общим мировым кризисом, все страны теряют свой уровень жизни, у всех падают, проседают доходы, у всех сейчас и с нефтяными ценами это связано, и с производством, падением производства, и китайская экономика уже замедляет рост. Во всем мире падает уровень жизни. Но, тем не менее, на Украине это происходит капитально быстрее. Самая высокая зарплата в регионах, ну, возьмем там Николаевскую, Запорожскую, там Винницкую область, полторы тысячи гривен. Людям на самом деле, даже с коммуналкой, со всеми делами, просто не на что жить. И вот в этой вот ситуации средства массовой информации Украины основным виновником вот этого положения вещей, естественно, рисуют Российскую Федерацию, которая ни сном, ни духом не участвует своими официальными вооруженными силами в конфликте на Донбассе. Конфликт этот на самом деле исключительно украинский. Он связан прежде всего с тем, что Донбасс не согласился, точно так же, как и мы с вами, не согласился с государственным переворотом в Киеве, и поэтому отказался подчиняться киевской власти. Собственно говоря, и все. А поскольку американцам нужна была война, они организовали вот этот вот медийный спектакль, когда постреляли в обе стороны, когда неизвестные снайперы, но только уже с артиллерийскими системами высадили, начали бомбить жилые кварталы, и вот так вот образовалась вот эта вот гражданская война. Телевизор это все поддержал. Вообще, на самом деле, после окончания этой войны необходимо во время киевского процесса уже ведут разговоры о создании Нюрнберга-2, поскольку речь идет о фашизме, полном преемственности немецко-фашистских захватчиков только на территории Украины. Идет разговоры о том, чтобы создать трибунал, который был бы связан с журналистской братьей, которая на самом деле по своему вреду, по доведению целой страны до гражданской войны, в общем-то, несет колоссальную ответственность. У нас есть первый звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я, значит, хочу такой вопрос сначала задать. Я получаю журнал «Загадки истории», такой московский журнал. Красочный, хороший, хорошо отрукован, как по-украински говоря, вот, интересный. Но там явно проследствуется русофобия и украинофилия. И вот такое подвизывание в сторону Запада, вот, англосаксов, англосаксов этих всех, вот, хотела, стала возмущать меня, это что-то такое. Вот, пыталась, у меня нету компьютера. Простила у сына адрес. Он говорит, Дмитрий, одна такая обращается, там все говорят, адреса нету ни на журнале, нигде. Вот, как их найти? Редактор Дмитрий Кручинин. Вот такое, явно, вот такое, ну, неприятное вот это отношение. Вот. Почему этот журнал существует вот у нас в России? Я его давно уже выписываю. Ну, никогда, вот, не обращала внимания. Это стало, вот, явно в глаза бросается вот это, вот такое. Меня это возмущает, я патриот России. Понятно. И второе, можно я скажу, это вы там разберитесь, и второе я хочу сказать. Меня унижает вот это постоянное, вот это объяснение, вот такое. Мы стараемся объяснить им все, вот этим, что и про Крым, и про все, что мы правы. И вот, почему мы должны объясняться, почему мы должны вот так унижаться? Это уничижительно, в конце концов. Вот. Один умный человек сказал, если надо объяснять, то не надо объяснять. Люди все равно не поймут. Те, кто не хочет понимать, они прикинутся слепо глухонекими, и они не будут понимать. И все. Они будут свое, как украинская поговорка про Филина. Ему и про Якова, и про Стякова, а венце пугу-то пугу. Вот так они будут говорить. Что мы должны объяснять? Наша политика должна быть такой, как говорится, без суммы и пыли в бриллиантовой руке. Делать то, что нам надо. И не бояться, и не объясняться им. Вот сделали, и все. И пусть что хотят, то и говорят. Извините за мой долгий... Нет, ничего, ничего. Спасибо за два вопроса, две реплики. Относительно загадок истории, относительно вообще русофобских изданий и телеканалов на территории России, и гораздо больше. Если вы зайдете на тот же rambler.ru и почитаете отдельные материалы, которые там печатаются, то там такое чувство, что вообще все пишется из Соединенных Штатов Америки. То есть это обычная ситуация. Мы с вами должны понимать, что вот эта вот традиция, когда есть общие медийные власти, которые определяют цензуру и определяют, что говорить, в нынешнем формате у нас отсутствует. И поэтому разбираться, вот как вы сказали, вы там разберитесь, я не являюсь тем более функционером медийных властей, поэтому определяться здесь не получится. С другой стороны, тут еще получается ситуация, при которой они имеют загадки истории, и они толкуют историю. Они первыми толкуют историю, даже вот у вас в доме они есть с этой стороны, а с обратной стороны нет. Получается потребность в толковании истории, особенно истории 20 века, связанной и с революцией 5-го года, и с войной Первой мировой. Почему Сталин тоже преклонялся перед Лениным как государственным деятелем, который действительно сделал колоссальные вещи, и не зря его памятники стоят по всей территории бывшего Советского Союза. И война Вторая мировая, и голодовка 1932-1933, коллективизация, почему это все было, голодовка 1946 года, убийство Сталина и так далее, и так далее. Все эти вещи нужно толковать, с нашей точки зрения их никто не толкует. Многие люди даже не знают, причем люди не молодые, не 20-ти, не 30-ти летние, а даже 50-ти летние об этом ничего не знают. Соответственно, возникает потребность издавать, либо хотя бы что-то производить с этой точки зрения. Что касается унижения, объяснять, не объяснять. Все зависит от того, как ощущать Украину с точки зрения целей. Что мы хотим? Вот вы говорите, без шума и пыли делать свое дело. А в чем смысл этого дела? Лично мне кажется, я могу так, в качестве дискуссии это сказать, я считаю, что то, что произошло в 1991 году, когда раскололся Советский Союз, и Украина как проект, Белоруссия как проект, отошли от общего русского пространства, и там начали создаваться условия, при которых это стало создаваться как антирусь, вот это надо прекращать. Соответственно, всю эту территорию, всю политую кровью наших отцов, дедов, прадедов нужно возвращать с тем населением, которое там живет, другого там не будет. Соответственно, если мы относимся к этому населению как к врагам, которых мы будем сажать за неправильное поведение, либо как к членам семьи. Знаете, вот бывают члены семьи, есть многодетная семья, старший брат там, например, разругался с отцом, вышел из дома и ушел, и много лет скитался, а потом вернулся. И вопрос, да, он старший сын был неправ, да, он там и оскорблял там отца и так далее, но вернулся. И какое будет отношение? Стоит ли старшему сыну объяснять, сглаживать, как в семье? Вы же не будете в семье делать вид, что если вы в ссоре, то вы даже ничего не будете объяснять. Мы относимся к Украине как к члену своей семьи, который, да, оказался под колпаком, да, там проходили черные ритуалы на Майдане, да, там есть информационная блокада, люди оторваны от нас. Это как члены семьи, которых вот взяли, похитили, увезли в рабство, да, а потом через некоторое время мы их вызвали лиценой там больших усилий. И нам-то своим-то надо хоть что-то объяснить. Понятное дело, среди них есть не своим, объяснять, может, ничего не надо, но своих-то вернуть надо. А там, на секундочку, 30 миллионов русскоязычного населения. А это не цацки-пецки, это серьезная часть русского мира, над которой ставится глобальный эксперимент по переформатированию людей из людей, которые в мыслях себя не представляют, как можно бомбить жилые кварталы. Вы можете себе представить, что мы, крымчане, например, будем захватывать Киев, и мы начнем гасить вот просто из градов по жилым кварталам. Это в мыслях невозможно. А с той стороны, это и телевизором, и другими вещами пропагандируется, как возможно, и люди начинают ретранслировать, как возможное. Это тоже требует объяснений. Нам с вами нужно подумать над тем, чтобы сделать акцию, даже какую-то информационную в социальных сетях, связанную с тем, чтобы мы просто вспомнили, что такое быть человеком. Что такое быть человеком относительно не только линии электропередач, не только, я не знаю, водной блокады, но даже просто стрелять из артиллерийских систем по жилым кварталам, это, ну, надо действительно, может быть, вернуться к 46-му году, и когда будет вот этот Нюрнберг-2 в Киеве, на том самом Козьем болоте, на том самом Майдане, поставить виселицы, как это было на площади Калинина в 46-м году, и образцово-показательно повесить вот этих отщепенцев, которые себе позволяли в отношении Донбасса такие вещи. Но это не исключает того, что со своими-то все равно нужно общаться. Это не унизительно, это просто тяжелый труд. Вот этот труд, я думаю, мы себе с вами должны все-таки дать. В эфире была информационная война. Хочу сделать объявление. Со среды мы выходим в эфире канала Крым-24. По сетке я скажу еще там дополнительную информацию. Встретимся с вами в среду. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok